МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Здравствуйте, дорогие союзники! Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Тимофея Опухова. Светлана Ладина. Ну что, все обсуждают всю предыдущую неделю. Мы еще обсуждали, обсуждаем и еще будем обсуждать, но чего не было в нашем эфире, просто по той причине, что любое неосторожное слово могло привести к эскалации конфликта. Мы, правда, и сейчас будем осторожными. А речь идет о конфликте вокруг строительства храма Святой Екатерины в городе Екатеринбурге. На самом деле это выражение, конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины в городе Екатеринбурге, ему, вы знаете, уже 9 лет. В 2010 году, когда было собрано 8 тысяч подписей в поддержку восстановления взорванного, самого главного в городе, града Екатеринбургского Екатерининского собора, когда на градостроительный совет было вынесено предложение о том, как можно это сделать, вписав храм в городскую среду, конечно, сформировавшуюся за советские годы, но не настолько, чтобы это было непоправимо, то есть не настолько, чтобы эта среда не могла органично принять в себя храм. Так вот, при активнейшей поддержке городской администрации и некоторых других кругов, было развернуто масштабное противостояние против церкви, очень хорошо оплаченное, и состоялся в апреле в городе митинг против храма «За фонтан». А предостерегающие слова владыки Викентия о том, что богоборчество – дело опасное, и Библия говорит нам, что это вообще может кончиться очень плохо для людей, которые этим занимаются, они были поданы как проклятие владыки Викентии. А на самом деле владыка сказал в стиле «Ну, ребята, вы несу эти пальцы в розетку, там током бьет то, что говорит любая любящая мама своему ребенку, или то, что скажет тренер юному спортсмену, который рискует надорваться, приняв на себя больше груз, чем может понести, ну и так далее. И вот эта история длится и длится. Храм восстановить на историческом месте тогда не дали. Люди, которые участвовали в организации этого протеста, очень сильно поднялись в социальном и экономическом плане как раз на этой волне. И вот, например, Леонид Волков, который тогда возглавлял протесты в городе Екатеринбурге, теперь возглавляет штаб Алексея Навального. И этот штаб, кстати, подключился и к тому, что развернулось у нас сейчас. В 2016 году было предложение, ну, чтобы уже ничьей земли не трогать и ничьих интересов не ущемлять, восстановить, точнее, построить собор Святой Екатерины на насыпном острове, на реке Исеть. Ну, то есть, чтобы уж ничья земля не была подвержена захватническим таким действиям церкви. Но оказалось, что и это не проходит. Люди обнимали пруд. Причем было очень много искренних людей, как действительно удается людям внушить, что фонтан наше все, теперь пруд наше все, а теперь сквер наше все. Вот в субботу мы ходили туда петь песнопение пасхальное. Это был такой песенный флешмоб. И мы хотим показать вам сейчас, как это было. Вы сможете увидеть, сколько православных пришло помолиться на место, ставшее местом очень сильного раздора. И слава Богу, что там не пролилась кровь. Вот просто слава Богу. Это милость Божия. И теперь только молитвы, только максимальная доброжелательность друг к другу могут исцелить те раны, которые, в общем, нанесены душам людей. Пожалуйста, посмотрите, порадуйтесь и помолитесь вместе с нами. Я вообще как бы ехал сюда просто посмотреть, что это такое. Потому что я всю неделю работал и здесь побывать, в принципе, не мог. А сейчас, как бы, вижу, смотрю, идут наши священники, монахини наши, которых я знаю. Ну, скорее всего, из... Новотихвинского? Новотихвинского, да. Потому что знакомые очень лица. И думаю, опа, что это такое творится-то вообще на свете? Здесь, оказывается, не только протестующие против храма, здесь еще и защитники храма находятся. Подъезжаю ближе, а там лежу уже и поют. Христос воскресе кричат, как бы. Как не присоединиться? Мы хотим, чтобы храм действительно был. И мы пришли тоже показать, что есть другие горожане. Я не скажу, что мы по-другому воспитаны. Мы в этих же школах выросли. Вместе с этими же людьми учились. В этих же институтах. И на самом деле хочется сказать, что екатеринбуржцы самые замечательные, во-первых, люди, любящие друг друга. И мы не хотим ни с кем ссориться. И это ситуация, когда очень тревожная для нас, очень волнительная, потому что оказались напротив друг друга по разной стороны забора братья и сестры в прямом смысле слова. Мамы с бабушками и их дети. Этого не должно было произойти. Нам это очень горько, очень печально. Но наша семья вся в сборе здесь, и мы рады этому. Спасибо. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Сегодня я переживала вторую пасху, потому что звучали постальные пестопения, и то и дело раздавался радостный возглас «Христос воскресе!» и радостный ответ «Воистину воскресе!» И я прямо чувствовала, что я очень счастлива. И даже сказала своему мужу, когда мы пели так на ушко, что какое счастье, что мы все вместе. Это так радостно, когда все православные, братья и сестры, собрались в одном месте, поют пасхальные песни. И, конечно, это молитвенное место, потому что здесь будет храм Святой Екатерины, Святой Покровительницы города Екатеринбурга. Это искушение. А искушение – это то, что делает нас искусственными. На самом деле, мы должны пройти через это. И мы давно идем. Мы-то на самом деле, мы, вот православные, мы идем через это с 2014 года, да? 2010-го. 2010-го, да. Да, 2010-го года. Уже девятый год, да? Идем. Девять лет, вот. Девять лет ровно. Ровно девять лет. Идем. И что-то, наверное, все равно для себя приобретаем. Вот. В том, что, ну, нам, может быть, хотелось бы, чтобы было быстрее, но мы опять-таки, значит, на Бога надеемся и считаем, что, значит, нам нужно этот груз понести и пока это тот крест. Точно так же и эти люди, православные, может быть, которые еще не очень воцерковленные, но им же тоже надо как-то спасаться. Им же тоже нужны какие-то искушения. И вот в этих искушениях проверяется как раз наша вера. Что мы считаем главным? Что мы считаем главным? Главное – это фонтан, главное – это пруд, главное – это кустики. И этот песок можно продолжать до бесконечности. Все может быть главным, кроме храма. Но для кого-то храм будет главным. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Так и хочется продолжить. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе Христос! Кстати, вот насчет субботы вы, уважаемые зрители, увидели, да, несколько сотни человек туда пришли на молебен, среди них, кстати, были мои родители, они были и в воскресенье, когда уже пришло около двух тысяч человек, то есть на порядок больше. Знаете, удивительно, но в тот вечер, в субботний вечер, я, приехав домой, открыл интернет, и первое, на что я наткнулся, не зная абсолютно, что Светлана Ладина в это время вместе с оператором будет работать на месте происходящих событий, которые вы сейчас видели. Ну и только работа еще и пела с большим удовольствием. Да, и молилась, и потом работала, скажем так, да, я открываю интернет и вижу ютуб-трансляцию одного из каналов, за которым я слежу по работе, и, понимаете, нахожу буквально на сороковой минуте, вижу знакомое лицо Светланы Ладина, стоит, берет интервью у батюшки, наш оператор Антон, и к ней подходит вот непосредственно человек, который ведет эту трансляцию в интернете, и начинает задавать ей вопросы, ну, как коллега-коллеги сначала, да, и поинтересовался, ну, самые разные вопросы там на самом деле были. Ну, это было скорее не как коллега-коллеги, а как человек, который против храма, причем как приезжий человек. Да, да, да. Вот, человеку, который, ну, раз у меня написано на микрофоне православный телеканал «Союз», и я рассказываю, что мы о Христе, о его церкви, то, значит, стало быть человек, который за храм. Да, и вопросы такие, что вы здесь собрались, и Света говорит, так мы здесь, как бы, вот у нас еще пасхальные песнопения, он говорит, так, пасха уже давно прошла. Света говорит, да как, 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 что, что значит прошла, она у нас еще длится, еще, знаете ли, как бы, еще не одна неделя. Да вы что, спрашивает он, а извините, не знал, а Света говорит, ну, спросите что-нибудь еще, я вам еще что-нибудь расскажу. Ну, и дальше у них там состоялся диалог, буквально 7-8 минут. Друзья, количество комментариев, кто хочет, посмотрите. Ну, там, то есть, мне просто спросили, вот зачем храмы? Я стала излагать свой опыт многодетной мамы. Что такое для многодетной мамы, которая, ну, раз в неделю-то точно, по воскресеньям, воет детей в храм, вот добраться до этого храма, если у нее нет шаговой доступности. Я понимаю, что сейчас, знаете, рациональные аргументы никакие не работают. Можно только разговаривать с людьми от сердца к сердцу, от души к душе. Вот это важно. Мне важно было до этого человека достучаться как до человека. Вот, но закончился наш диалог неожиданно. Да, на вопрос, на вопрос Светы просто, молодой человек, я вам что-то там рассказываю про 90-е, а у вас какой возраст, чтобы я понимал, что... А какая вам разница? Нет, 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 он сказал, что я не считаю возможным распространять информацию о своем возрасте. Ну, и на это, в общем, я сказала, что, коллега, простите, вы ведете себя нечестно, и я больше не отвечаю на ваши вопросы. Дальше в комментарии, комментировать не хочу, просто под видео комментариев тысячи, друзья, тысячи, я просто сейчас скажу самые безобидные. Что это за подставная бабушка и многодетная мама? Человек абсолютно не похож на маму четырех детей, тем более бабушку. Кто ее туда, на каком автобусе подвез? Кто ей заплатил за то, что она будет сейчас говорить от лица православных верующих Екатеринбурга? Ну, это самый безобидный комментарий, самый обидный комментарий я не читала, читали мои родные. В общем, знаете, ну, простим, Господи, не ведают, что творят, что тут можно сказать. Но самое главное, я когда посмотрела тоже эту трансляцию, в самом начале молодой человек утверждал, что вот мы, собравшиеся там, прихожане разных храмов Екатеринбурга, это знаете кто? Это приехала организация 40-40, они так гастролируют. Потом он какое-то время походил, понял, что, наверное, в сталькером организация 40-40 приехать бы не могла. И он сказал, а это несколько организаций, которые вот таким занимаются, и они так гастролируют. То есть, друзья, вы знаете, ну, это просто, вот это уровень освещения проблемы в некоторых средствах массовой информации, в большом количестве средств массовой информации. А я хочу сказать, я благодарен тому, что это происходит в информационном плане. Вы знаете, очень много слежу в интернете за различными каналами. И чувствую, что не хватает, может быть, где-то информации, пытаясь найти какие-то варианты. Но сейчас я имею возможность сравнить, что на самом деле происходит в Екатеринбурге, и как это подается в этих средствах массовой информации. И вы знаете, это большая разница. Друзья, мы выходим из информационного молчания на эту тему, мы будем теперь об этом говорить. И сейчас мы с вами очень быстренько в заключении посмотрим, как выполнила свое обещание православная активистка, как ее увеличают. Человек, который я безмерно уважаю, Оксана Витальевна Иванова, создатель музея святости, подвижничества и исповедничества на Урале в 20 веке. Дело в том, что мэр города Екатеринбурга в субботу встретился с людьми, протестующими против храма и выступающими за сквер. И с православным он не встречался. Пока не встречался. Ну, пока не встречался. И вот Оксана Иванова пообещала Александру Геннадьевичу возле мэрии регулярно петь молитвы, что сегодня и было приведено в исполнении. Смотрим и молимся. Христос воскресе измертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живот дарував, На бродителями яхолучами солнечными Разветила истиньи верные мудрецы, И я хочу пресветлую на падящем ночи, Не верить мог нам, Иси, И царицу верила, Иси, Купежи мучителя облечила, Иси, Богозванная невеста Боженная Екатерину. Желанием остекла, Иси, в небесной чертов Прекрасному жениху Иску, И от него царским венцам венчалась Иси, И мужи за ангелы предстоящие, За ны молись, Творящие пречестную память твою, И ныне и пристроим обвинь и веков они Союзом любви апостолов твоих связавы и Христе, И нас, твоих верных работ, тебе тем крепко связав, Творите заповеди твоя и друг друга любите, Нелицемерно сотворим молитвами Богородицы Едини, Человеколюбче! Владыка Человеколюбче, Царю врагов и подателю благих, Разрушивый вражи, стредостения и мир, Подавший роды человеческому, Даруй ныне мир рабом твоим, Жителям граду Святой Екатерины, И ее предстательством и молитвой Вкоренив на страх твой и друг другу любовь утверди, Угаси всякую расприю, Отними все разногласия и соблазны, Як от Иси мир наш и тебе слава усылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и пристоя во веки веков. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова